Итак, сегодня мы поговорим о таких упражнениях, как плеометрические. Они помогут нам создать секс и тело с маленьким процентом жира и хорошей мышечной массой. Это те упражнения, которые нам позволяют в процессе тренировки напрягать мышцы, затем растягивать и затем хорошенько их сокращать. Привет из Молдавии! Привет! Так вот, такая тренировка способна сжечь за 30-40 минут около 600 калорий, а то и больше. Поэтому для девушек эта тренировка как нельзя лучше. Хорошо, не буду удалять, конечно, не буду удалять. Благодарю, мне очень приятно. Так вот, конечно же, для новичка самое главное выполнять правильную технику выполнения. Пусть это будет не так быстро, зато это будет действительно качественно, и вы сможете хорошо проработать свое тело. Сейчас поговорим, я отвечу обязательно на вопросы. Сейчас я покажу пример такой тренировки, пример плеометрических упражнений. С помощью них вы сделаете свое тело красивым, стройным, сексуальным и с малым процентом жира. Конечно, возможно убрать телелит такими тренировками. Конечно, еще при соблюдении сбалансированного питания. Итак, покажу несколько упражнений, которые нужно включать в свою программу. Итак, пример такой тренировки. Допустим, начинаем с приседаний. Стопы чуть шире таза. На вдох опускаемся до пары или бюджет с полом. И с выдохом прыжок. При этом колени не выходят за носок и спина прямая. С выдохом прыжок. В течение 40 секунд выполняем это упражнение. И затем переходим к следующему. Это может быть приседание. И с приседаниями мы переходим в планку. Прямая линия от макушки и до 5. На вдох. Выполняем отжимания. И с выдохом наверх. Еще раз отжимания. И снова призыв. Выполняем это упражнение около 40 секунд. Затем 10-15 секунд отдыха. И переходим к следующему упражнению. Кому нравится то, о чем мы сегодня разговариваем, ставьте лайки и делитесь трансляцией, ребятки. Итак, следующее упражнение может быть выпадок с прыжком. Допустим, колено к груди. Спина прямая. Живот подтянут. Прямой угол. В колени. Впереди стоящие и сзади стоящие ноги. Затем это может быть планка с опорой на ладони. Переходим на предплечье. И два подпрыгивания. Ноги в рост. Снова планка. И повтор. Это примерная тренировка с плеометрическими упражнениями, которые позволят вам быстро похудеть. Килограмма так на 4-5 за месяц. Может тогда бёрпи сделать. И бёрпи тоже отличное упражнение. Такая тренировка должна примерно длиться около 20-30 минут. Пару раз в неделю. Вот так. Классно. Спасибо большое. Опять же говорю, все, кто новички, обязательно старайтесь следить за техникой. У кого с техникой уже хорошо, стараемся максимальное, максимальное большое количество повторений секунд за 40 выполнять. Сколько у тебя процентов жира в организме? Надо проверить. Интересно. Ой, да не за что, не за что, девушки. Кому понравилась наша сегодняшняя тема, ставьте лайки и пишите вопросы, если они у вас остались по этой теме. Также обязательно выполняем разминку не менее 5 минут, в идеале 7-10. И также завершаем тренировку с заминкой. В качестве заминки такой тренировки вы можете использовать, допустим, бег на месте трусцой. Вполне подойдет. Я хотела бы, чтобы у меня похудели ноги. Они накачались. Хорошо ли это? Если вы хотите, чтобы ноги похудели, не используем вес. Не используем вес. Что такое заминка? Заминка – это растяжка. Либо растяжка, либо конец, завершение тренировки, но для того, чтобы наши мышцы немного отдохнули после этой тренировки. Либо растянулись. Покажи еще упражнение для пресса. Обязательно покажу. И обязательно на следующую тему я проведу о том, как сделать плоский живот. К хула-хупам отношусь. Они помогают разогреть тело и сжигать жир. Или от них толку нет? На самом деле от хула-хупа, от обручей, толку как такового нет. Это скорее даже большая нагрузка на позвоночник. В особенности на поясницу. Поэтому я не советую. Разминка может быть бег? Да, разминка может быть бег, но опять же, не более 7 минут бег. Потому что в процессе силовой тренировки, или такой, как у нас, должны хорошо работать мышцы. Они работают за счет энергии. Поэтому кардио выполняем только после тренировки. Умеренное кардио. А эта тренировка позволяет сохранить мышцы и избавиться от жира. Про накаченные ноги не так говорила. Да. Если вы хотите худые ноги, не используем вес, либо небольшой вес и многоповторно. И упор на кардиоупражнения, преимущественно на ноги. Кушать 5 раз в день не получается. Я исключила все вредное. А сколько раз вы в день едите? Минимум, ну хотя бы 4 раза нужно есть, каждые 2-3 часа. Как похудеть в лесу? Я, да, я занимаюсь дома преимущественно. И так же веду Валек в сутнисе. Я там фитнес-тренер. Как похудеть в лесу был вопрос. Знаете, это уже особенности такие генетические. У кого-то быстрее худеет лицо, у кого-то быстрее худеют ноги, руки. Но с этим ничего не сделать. Жир, он сжигается по всему телу и, к сожалению, не всегда равномерно. Вот так вот. Итак. У кого сегодня хорошее настроение? Кто занимался спортом? Напишите плюс. У меня мозг худеет. Отчего же? Мозг худеет. Надо, чтобы мозг не худел. Нужно развиваться и морально, как и физически. Рост 171. Я, вот молодцы, какие у нас активные, спортивные. Кстати, при активных занятиях и регулярных спортом также очень хорошо улучшается работа нашего мозга и памяти. На что делать упор, чтобы избавиться от целлюлита? На правильное питание и отсутствие сладкого. И, конечно же, трансжиров. Это пирожных всяких, фастфуда, печеньки, конфетки. Все исключаем из нашего рациона. Оставляем только фрукты, оставляем только сухофрукты. Иногда можно себе позволить полезные сладости. Допустим, пирог из творога, с фруктами. Тоже очень вкусно. Панкейки банановые с яйцом. Тоже обалденно. Алкоголь очень плохо влияет на фигуру. И непременно он отложится в ненужных местах. Ребята, всем спасибо большое. Рада была всех видеть. Я постараюсь еще зайти. Еще кто-то плюс поставил. Кто это? Настена. Бо, молодец, Настена, герой. Черный шоколад. Если вы поддерживаете вес, кубик. Ну, пару кубиков. Раз, два, в три дня вы можете в утреннее время позволить. С юности. Да, желательно с юности. Если вы хотите навсегда приобрести красивую осанку, красивое тело, правильную и сексуальную походку. Конечно же, лучше с детства, с юности. Когда будет конкурс в Перископе? Когда я придумаю, как его провести. 55-56 килограмм. Спасибо за комплимент. Большое. Спасибо за сердечки. Кому понравилась трансляция, делитесь ею, подписывайтесь. Действительно, никогда не поздно начать. Желательно с юности заниматься, но там уже как повезет. Насколько хватит у вас силы и боли, уверенности в себе и желания стать лучше. Рада, что понравилось. Рада. Первым прийти пяти присоединившимся. Тоже возьму это на заметку, кстати. Спасибо. Все, всем пока. Рада была вас видеть. Обязательно еще приду к вам. Отвечу на вопросы. Продолжение следует...